Фёдор Комиссаров готовится к весеннему призыву. Совсем скоро он пополнит ряды российской армии. Правда, немного в нетрадиционном варианте. Молодой человек выбрал для себя альтернативную службу. Ну, потому что у меня есть позиция нейтралитета к военной службе, и поэтому я подумал, что я не пойду в армию, пойду лучше проходить альтернативную службу. Пришлось доказывать? Ну да, там на комиссии пришлось встать, объяснить, почему у меня такая позиция. Закон об альтернативной службе в армии приняли в 2002 году. Она представляет собой замену службы в вооруженных силах на работу в одной из профессий. На такой вариант по Конституции могут претендовать все молодые люди, чьи убеждения или вероисповедания не позволяют им служить в войсках. К этому же списку относятся и представители коренных малочисленных народов. Однако по статистике в Приморье людей, претендующих на так называемую альтернативку, немного. За последние шесть лет обратилась военный комиссарят с заявлениями о прохождении, о замене, если правильно говорить, военнослужбы по призыву альтернативной гражданской службы, 54 человека. На сайте Минобороны представлены 130 профессий, по которым можно проходить альтернативную службу. Среди них те, для которых не нужны определенные навыки, например, дворник, мойщик посуды и официант. И те, для которых нужно специальное образование, акушер, преподаватель, программист. Однако молодой человек не может сам выбрать себе профессию. За него это делает Минобороны. Организация еще должна подтвердить готовность, не просто принять молодого человека, но и обеспечить его труд. В обеспечении, я понимаю, самое главное на данный момент, наверное, это размещение. Примечательно, что несмотря на, казалось бы, большой выбор специальностей, за 6 лет в Приморье большинство альтернативщиков проходили службу санитарами психиатрической больницы и домах престарелых. Правда, юристы говорят, что профессия, выбранная распределяющим органом, не приговор. В судебном порядке возможно оспорить решение комиссии о именно конкретно выбранной данной профессии и попытаться данное решение оспорить, соответственно, прийти к какому-то другому виду работ или какой-то другой должности, которая подразумевается данным перечнем. К слову, организации, нуждающиеся в молодых людях, сами подают в Минобороны заявления, где указывают, сколько им требуется альтернативщиков. С 2006 года места призывникам предлагает и Почта России. У нас молодые люди работают почтальонами, операторами почтовой связи, сортировщиками, грузчиками и даже могут водителями работать. В настоящее время у нас проходит служба в Приморском крае 9 человек, альтернативную генеральную службу. В основном это в Владивостоке молодые люди. С некоторых пор службу можно пройти в Приморском театре оперы и балета. Правда, предлагают ее не всем, а тем, у кого есть соответствующее образование. Молодые люди призывного возраста при соответствующем образовании смогут пройти на базе Приморской сцены Мариинского театра гражданскую службу в качестве артистов балета и оркестра, пояснили в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра. Чтобы пройти альтернативную службу, за полгода в военкомат подается заявление. Его рассматривают и назначают призывную комиссию. Перед ней призывнику нужно объяснить и доказать свои взгляды противоречащие службы в армии. После этого председатель комиссии решает, одобрить альтернативную службу или нет. К слову, по ряду причин призывнику могут и отказать. Так произошло и в случае с Романом. Молодому человеку пришлось через суд добиваться альтернативной службы. Когда, собственно, они меня отправили, хотели на боевую службу, через день я пошел уже в суд, написал заявление, что прошу перерассмотреть. Я прошел альтернативную службу и у меня было два суда больше двух лет, я с ними спорил. Я выиграл первый суд, но военкомат решил, что ему это не нравится и подает дальше апелляцию на Краевой. Между тем, в нетрадиционной службе есть ряд своих отличий. Во-первых, проходит ее не год, как обычную, а 21 месяц. Во-вторых, исключительно на государственных предприятиях. Причем с призывником заключается трудовой договор, он получает зарплату соответствующей занимаемой должности, а время альтернативной службы засчитывается в стаж. В весенний призыв всего трое человек из Приморья будут проходить альтернативную службу. Для каждого из них это обдуманное и обоснованное решение, а не способ откосить от армии. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный, Андрей Макаров, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.